Собака бывает кусачей не только от жизни собачьей. В Челябинске агрессивные псы все чаще стали нападать на людей и животных. Причем кидаются не только уличные, но и хозяйские собаки. С чем это связано? И можно ли как-то усмирить обозленных животных? Моя коллега Диана Пуцинтяна узнала все у зоопсихолога. Тема собак всегда стоит остро, но сейчас особенно. Только за последнюю неделю произошло несколько нападений. Причем со стороны домашних собак. Как своего питомца воспитать и сделать менее агрессивным в домашних условиях, расскажет кинолог и зоопсихолог Кристина Репич. Кристина, расскажите, почему собаки могут нападать? Агрессия это как раз-таки защитное поведение собаки в ситуации, которую она субъективно считывает как угрожающее и тем самым показывает поведение в виде как раз-таки укусов, рычания, того поведения, которое людям особо не нравится. Правда ли, что человек сам провоцирует собаку? Или же если агрессия у собаки есть в крови, то она в любом случае нападет? Я бы сказала так, что мы можем как раз-таки провоцировать агрессию своими неверными действиями. То есть собака с нами общается с помощью сигналов тела. И агрессия, укус, это вообще есть определенная шкала. Это последнее, что делает собака как раз-таки в защите. В идеале собаки всегда пытаются избежать случаев каких-то конфликтов, но если мы, например, люди, не понимаем и не считываем сигналы тела собак, которые она показывает, что мне это не нравится, отойди, я не хочу так взаимодействовать, то в таком случае собака будет предпринимать обычные действия. Она укусит, человек понял, отошел, и в следующий раз она будет воспроизводить это действие. А если же все-таки речь идет не про твою собаку, а какую-то, ну вот уличную, и когда она нападает на человека. Вот это чем как бы объясняется? Это объясняется тем, что собаки чаще всего уличные защищают какой-то важный ресурс. Так же, как и домашние на самом деле собаки. То есть для собаки какой ресурс важен? Это ее территория, это там, где ее потомство и там, где ее еда. То есть в таком случае собака может нападать. И наша задача, да, в идеале, чтобы таких собак, конечно, на улице не было, но они есть в любом случае. Ну а если вернемся к домашним, реально ли бойцовскую собаку сделать какой-то более спокойной и не агрессивной? Я считаю, что все собаки могут агрессировать, и все собаки могут не агрессировать, в зависимости от воспитания как раз-таки и владельца, как он вообще, в принципе, общается со своей собакой. А как в домашних условиях можно как-то бороться с агрессией собаки? Смотрите, как раз-таки история с агрессией собаки. Нам важно учитывать потребности собаки и, конечно же, воспитание, потому что у агрессии есть всегда причина. Причина, почему собака защищается. Это может быть любой триггер. Например, это может быть человек, собака, сам владелец, какие-то факторы, не знаю, те же машины, велосипеды. И здесь самое важное, да, причина, откуда идет. Есть несколько вариантов. Либо это отсутствие опыта, либо это негативный опыт, да, с данным человеком или с данной собакой, которая собака напала на другую собаку. И мы уже работаем первостепенно вот с этим. Как правильно выбрать собаку себе, какую-то сторожевую, при этом, чтобы она не нанесла вред всем домашним? Здесь самое важное, даже дело не в породе, я бы сказала, а в том, как владелец воспитывает собаку. То есть та же сторожевая собака, она может быть офигенным компаньоном и офигенной сторожевой собакой. Потому что если мы ее социализируем, выгуливаем, даем ей что-то новое, то такая собака будет и социализированная, да, и не нести ни для кого опасность. И при этом у нее есть охранные генетические качества, которые она будет использовать в быту. Вывод напрашивается один. Занимайтесь своими собаками, если не хотите навредить ни себе, ни окружающим людям.